В прошлом году в Карелии паленым алкоголем отравились почти полторы сотни человек. 109 из них умерли. Таковы данные Республиканского Минздрава. О ситуации с карельским нелегальным спиртным не так давно рассказали российские общественники. Вот что нам удалось выяснить за неделю пребывания в Республике Карелия. В торговых сетях, расположенных на территории Республики, реализуется алкогольная продукция, маркированная федеральными специальными марками с признаками подделки ООО «Нордик Нева» и «Прионежская райпо». Алкогольная продукция, маркированная федеральными специальными марками с признаками подделки, продается и в маленьких магазинах. Редакция интернет-проекта посоветовала руководству Республики обратить внимание на местный алкогольный рынок. Ролик коллективно посмотрели чиновники карельского правительства. Этот фильм я увидел неделю назад, когда приехали представители Росалкогольного регулирования. Когда приезжают специалисты с аргументацией с такими фильмами, мне крыть нечем. Так это в наших с вами возможностях сегодня с этим контрафактом бороться. По результатам проведенных 10-11 сентября этого года представителям Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на территории Республики в 21 из 31 магазинах, принадлежащих «Прионежскому райпо», обнаружена контрафактная алкогольная продукция четырех наименований, маркированная поддельными марками. На момент проверки было установлено, что только по документам за период августа-сентября райпо было получено и реализовано порядка 5000 бутылок. Остатки продукции были изъяты из оборота. Примечательно, что карельские медики зачастую не знают, что пьют их пациенты. 141 случай отравления спиртосодержащей продукцией. Из них 7 случаев смерти при употреблении метанола, 2 случая употребления протонола и 18 случаев, к сожалению, спирты были не уточнены. Поэтому что добавляется в эти добавки спиртосодержащие, что употребляет наше население, к сожалению, остается неизвестным. Для Карелии дешевая контрафактная продукция – проблема также экономическая. Рынок паленого спиртного мешает работать легальному бизнесу. Убытки терпит Петрозаводский ликероводочный завод. Проблемы там начались с марта этого года. Сначала вышел приказ о сокращении сотрудников, а с июня производство на заводе было приостановлено. Только я проводил три совещания по попыткам сохранения нашего ликероводочного завода. Только в бюджете этого года у нас доходы запланированы 630 миллионов рублей. Если завод закроется, мы полмиллиарда как минимум недополучим денег. При нашем то нищем бюджете полмиллиарда – это очень существенно, это очень больно. Сегодня производство на заводе запущено вновь. На работу восстановленного предприятия чиновники возлагают большие надежды. Продажи легального алкоголя, по мнению карельского правительства, смогут существенно пополнить казну республики.